Аквамен, да, кстати. Аквамен, да, что-то там. Так, следующий вопрос. Ваши коллеги засыпались на вас, я надеюсь, на тебя, я надеюсь, втройне. Да, я тебе уже, как это, я твой фанат номер два. Ай, я, 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 опять же я. Вот, смотрите, режиссер Эдуард Разовский применял на съемках фильма «Человек-амфибия» но вот просто то, что до этого не делали в кинематографе. Это и подводные съемки, это и специальные камеры, это и специальные линзы, это погружение с камеры. То есть он делал то, что до него еще не делали. И после того, как был снят фильм, его посмотрели во всем мире, ему поступило предложение. Предложение от этого человека. Как вы думаете, от кого ему поступило предложение? Скажем так, подсказка сразу. Это человек, всемирная знаменитость. Вот всемирная знаменитость, его знают все, и вы его знаете. Давайте так, Спилберг тогда еще ездил на трехколесном велосипеде и даже не курил. Вот, значит, этот человек связан с морем. Вторая подсказка, он француз. Больше подсказок вы у меня не получите. Это человек, который для всех, для нас открыл море. Вот до этого человека мы море с вами не видели, не знали. И вот не было его у нас. Я тоже не знаю. Колумба, это современник Беляева. Он сделал ему предложение. Оператору, он сделал предложение. Подумайте, оператор, который умеет снимать под водой. Кто ему мог сделать предложение? Сколько вы баллов? Прочитет, умеет. Отлично. Так он француз. Так, ребята, Жан... Жан Рено снимался в фильме про него. Жан Рено снимался. Жан Рено снимался. Жан Рено снимался. Жан Рено снимался.